МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все, начинаем. Представьтесь, пожалуйста, полное ваше имя, отчество и фамилия. Чеплыкин Александра Ивановна. А когда вы родились? Я родилась в 24-м году, 9 мая. Скажите, пожалуйста, ваше время нахождения на фронте какого было? Где вы воевали и на каком фронте? На фронте я была в Балтийском флоте. Вот. И на фронтах, на Ленинградском фронте. В Москве мы учились там. Это самое, на Ленинградском фронте. Потом с Ленинградского у нас отправили на Мондузские острова. Там на этих островах, Дага, Эзель, мы бомбили Берлин. С этих островов. Самая ближняя точка была с этих островов, 800 километров до Берлина. Я печатала листовки ночью. Потом эти самолеты и корабли возили листовки и бросали на Берлин. Но наши самолеты не возвращались никто. Никто. Корабли возвращались, содержали с ними связь. Они обратно приблут. А в самолет погибали все. Все погибали. Да. А какие войска были? Войска, да. Войска? У нас здесь. Да. Вот в Балтийский флот. В Балтийский флоте. Я была в разведке с разведчиками в Ленинграде. И когда мы кончили училище здесь, в Москве, нас направили в Ленинград. Подошла моя очередь в Ленинград, отправили, пришли. Мы там еще эти самые мертвых убирали. Все страшно было. Но уже... Забыла я здесь. Да. И я была в разведке. Я с рацией сидела в болоте под Шлиссенбургом. И там в болоте под Шлиссенбургом. А разведчики ходили за языком. Говорят, они приводили язык. Я сообщала, это в штаб плота. Вот это была моя работа. Сидела в болоте, вот я без ног осталась. Потому что холодно было. И зима, и летом. Есть нечего было. Гороховый брикет такой был. В шинели в кармане. Вынешь, посадешь, опять туда достойнешь. Когда придет смена, то не придет, и до утра будешь сидеть. Вот такие вот дела. Расскажите, пожалуйста, как вы узнали о начале войны? Узнала о начале войны? Ну, как я узнала? Сообщили. Вот. Я как раз была под Москвой. Химки под Москвой. Вот. И там у нас немцы уже... Вы знаете, они пришли, немцы. Наступали. И вот они наступили, наступали на Химке по Ленинградскому шоссе. И что я хочу сказать, я работала в заводе. У нас там в Химках 5-4 завода. И все авиационные, и все военные, и все большие. Один, вот у нас 301-й был, он самолет устроил. Другой, значит, там колеса, третий, двигатели делали. Вот. Все. И немцы, мы в цеху работали, в цеху. А за стенкой у нас были немцы. Понимаете, какие хитрые? Они не бомбили там, ничего не делали. Они оставляли заводы себе. Ну, то есть и сами их уже там, сами на них потом использовали, да? Нет, они не использовали их. И мне досталось, их выгнали. Их выгнали с Москвы. Расскажите, пожалуйста, вот в каких сражениях, таких вот, которые наиболее значимы, вы принимали участие? Девочки, я никаких сражений не принимала участия. Нет. Но вот это вот все, то, что вот я в болоте в этой сидела с рацией. Вот, потом я и телеграфисткой была, и машинисткой всеми была. Вот. И держали связь с армиями, мы держали связь в основном. А потом, после Ленинграда нас отправили на... Куда отправили нас? Да, нас отправили на Ладожское озеро, на Ладогу. И там дорога жизни была, дорога жизни. И вот эти самолеты бомбили, немцы бомбили бесприрамно, как идет наш караван. Все, тут же летят, как коршуна. Все, понимаете, два раза я тонула подо льдом, потому что бомбят, и под лед вытащили. Ну, что еще сказать? Ну, все равно я не стреляла, никого не убивала. Но Орден Красной Звезды мне дали за работу, вот за все это. Ну, я считаю, что действительно, каждый человек, который был на фронте, он заслуживает этого ордена. Орден Красной Звезды сдали. У меня его утащили. Документы остались. А как так получилось? А? Как так получилось? Документы остались, учились. Я когда это самое приехала, демобилизовалась. У нас четыре года были мы. И нас еще на год оставили. Это в Риге уже мы были после войны. Оставили на год, чтобы нам подготовить надо было смену. Потому что нам прислали с пехоты ребят. Матросов очень мало было, моряков. Вот. С пехоты прислали ребят, их надо было обучать. Когда его научишься? У него рачи ждет здоровый. Вот тут надавит на клавишу, 100 клавиш выскочат. Саша не пришла. Квартира моя занята была. Негде было ничего жить, ничего. И я поехала, узнала там строить мосты. Ну и не завернувалась, а просто пошла туда. Негде было жить. Заняли квартиру мою комнату. Даже ночевать негде было. Но у меня там были сестры. Вот маленько они мне помогли. Так. Очень жалеем. В Риге у нас оставляли. Оставляли, говорили, дадим квартиру, комнату на двоих. Пожалуйста, только поработайте. Только маленько. Некому было работать. Нам пришло время дембелизации. А мы, значит, домой все спросились. Говорим, нет, мы не останемся. Все, все, все. Уже год после четырех лет мы еще год там служили. Вот. Ну, чего ж. Приехал туда. Взошла в свою квартиру комнату. А у меня в одном окне торчит солома, в другом пук солома, в другом пук сена. И все. И ничего только, больше нет. Да какие-то два парня лежат на полу. Небольшие, маленькие. И все. Вот так и жили. Ну и куда я повернулась, пошла обратно. Говорю, я ночью ночевала. Я ночевала ночь, у меня был мешок. Я положила этот мешок рядом с собою. И ночью один из парней меня украл. Орден, вот этот орден Красной Звезды, 300 рублей денег. Дали нам 300 рублей денег. Дали орден Красной Звезды, теперь орден Ленина. Ленина, ой, фу, 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 дура. Медаль за Ленинград, за Победу, за Берлин. Вот это вот все вот. И все, он стащил. Стащил и куда делил. И я уже хватилась, когда после, наверное, прошла, ушла и не смотрела этот мешок свой. Вещь-мешок. Ну и все, смотрю, нет документов. А куда идти, идти некуда. Кому там было. Заявлять некому. Там в очередь стояли, военкомат пришли, стояли в очереди. Мы по неделе, чтобы нам встать на учет. С двух часов ночи занимали очередь. С двух часов ночи. Все были больные, калеки. Никто никому, никто не нужен был. Голод начался страшный. Два года после войны, два года страшный голод. Ну что там дадут? 12 грамм каши, этой крупы. И сварить с ней каши, ложка каши получается. И вся еда. А хлебушка тоже было. Чуть-чуть. Ну когда дембилизовались, вообще никому не нужен. Никто не смотрел никуда. А что помогло в такие голодные, тяжелые годы выжить? Что, что? А что помогло выжить в такие годы, в которые голодные, тяжелые, пожилые? У меня, значит, брат один, четыре сестры и брат один. Вот. Все они живут под Москвой. И брат, у брата было детей, три девушки и пять парней. И все они умерли в 45 лет. Потому что голод был страшный. И они, значит, голод, ну, получился туберкулез. И умерли все. 45 лет похоронили всех. Пять человек. Страшный был голод. Они только ходили в это самое. Ба, есть, ба, есть. Бабушка есть. Подросли. А сейчас остались, чего ж. Не держатся ничего. Туберкулез. Лежали в больнице. И по одному вот так схоронили мы их. Страшный, на самом деле. Да. Страшный был голод. Нигде ничего не было. Ничего не было. А вот если вспомнить про День Побед, то расскажите, пожалуйста, как вы его встретили, какие у вас были ощущения, эмоции? День Победы? Да. День Победы мы были как-то на острове Езеля, когда объявили войну. На острове Езеля, Балтийском море. Вот. И ничего, объявили, давай, стреляли. Стреляли вовсю все. И радость была такая, ну как, сейчас домой поедем, домой поедем. А домой приехали, там страшно. Страшно смотреть было. Очень страшно. А как ваша жизнь после войны и слаживалась? Вы, наверное, вышли замуж, дети, вномки, да? Да, плохо сложилась моя жизнь. Потому что мне негде было жить. И я вот устроилась по строительству мостов. И вот я делала с ними. На Волге была. Строили мы один мост. 1300 метров мост строили. Там была одна путка через Волгу. И этот мост строили мы пять лет. А рядом мост подымали на полтора метра. Вот. Ну я работала с секретарем машинисткой. Там. Секретарем машинисткой у них работало. Я сколько работала? Я, наверное, у них работала лет 20. Вот руки все. Мамаша не сказала, что там платили. Ерунду. 360 рублей или 410. Все, больше не платили. Приходилось оставаться после работы. Хоть маленько подзаработать. Вот. Все руки себе разбила. Сейчас у меня пальцы вон какие. Ничего я ими не могу делать. Да еще вот упало здесь. У меня три шва со смещением. Пять или шесть месяцев я носила гипс. И так ничего не срослось. И вот она у меня мертвая, эта рука. Одна рука и ноги не ходят. Ну и все. Вот я вся. И там внутри тоже все болит. Ты уже сколько лет прожил после войны? Да. Хорошего ничего я, конечно, не видала. Замуж я вышла. Муж у меня был. Этот самый. Где я нашла его? Даже не помню, где. С этим мужем. Во всяком случае, не с которым вместе служили. Вот. И он, значит, да. И он что? Он был водолазом. И мы, когда были на Волге, у нас их водолаз, их на инстанцию, три человека, три водолаза, послали в Никополь. Это на Днепре. Никополь на Дребне. И вот он был там под водой. И шел пароход. Качали воду, воздух. Девчата. Ну и девчата заболтали, заговорились. И ничего не предупредили. И пароход шел, когда не предупредили. Какие девчата. И они не стали даже... Ну и все. И ха-ха-ки-хи. А он же под водой. Его надо было вытаскивать, когда шел пароход. Ну не вытащили. У него перерезали шланги. И он. Вытащили мертвый. И все. Ну что, кому-то там дали. Четыре года, что ли. У меня сын остался от него. А потом еще двоих родила. Вот так вот. За другого вышел замуж. А вообще в жизни первый вот этот муж, который был, он хороший был. А второй попался какой-то. Не поймешь какой. Так вот. Ребята родила двоих. Сама чуть не погибла. У меня очень тяжелые роды были. Ребята родились на 6 килограмм. 3 килограмма, 3 килограмма. На 6 килограмм. И все. Ну и месяц пролежала в больнице. Ребят кормил в этом... В больнице кто смог, пока палатом водильник, две недели они так и кормились. А кто мог прокормить. И цыгане там были, и всех были. Ну а потом, значит, что ж. Меня месяц не выписали. Их две недели выписали. Ну приехали. Сестра приехала, привезла там. А в то время было Хрущевское. Он всех коров перевел. И коров не было. Молока не было. А их надо кормить было. Двое. А не по 3 килограмма родились. Слава Богу. Народные. Вот. И... Ну чего же. С Москвы... Сестра собрали там что-то. Ну и привезли. И сгущенки привезли. Сумку. Потом разной каши. Гречевые там. И пакетики каши. Ну давай варить. Вот такие дела. Все. Сейчас они вот два. Один ходит. За мной ухаживает. А один работает. Хорошего я ничего не видала. Нехорошего ничего не видала. Был человек тяжелый. Ревнивый. И все. Иди. А это не так. Это не так. Это не так. Не дай Господь. Иди. Не хочу. Будь оно ладно. Лучше замуж не выходить. Расскажите, пожалуйста. Вот где вас учили на радисток? Где вас учили? Когда вот во время войны... Учили нас? Да. Да, да, да. То есть какое-то училище было или курс, или что-то такое. Да, 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 да. Как вам занималось? Вот я когда была этим самым... Я была секретарем комсомольской организации в цехе. Кончила я когда 10-летку. И, значит, устроилась я в завод работать. Началась. Я в заводе работала. И секретарем. И меня позвали в этот самый райковый комсомоль. И говорят, нужно 4 девушки. И вот на фронт хотите. А мы просились на фронт. Да. Завтра ложка кружка и пару белья. И все. Ну и пошли мы. А народу этих самых... Солдат оставалось мало. Очень много погибло под Москвой. И на фронт надо было отправлять людей. А людей отправлять было очень мало. Не было. Сталин дает указ на фронт. Значит, призвать этих... Как его? Девчат. Девчат. И вот организовали под этим, под Москвой, это место там есть. Там есть школа 201-я. Училась в этой школе Зоя Космодемьянская. Вот. И там, значит, школу огородили колючей проволокой. Большой. Кругом. Поставили палатки. Штук, наверное, 8 большие палатки. И все. И нас поместили как раз туда привезли. Вот. И начали там, значит, было 5 родов, что ли, 4, я не помню. Телеграфисты, радисты, этим самые кладовщики. Ну, в общем, у нас много специальностей. Забыла я уже кто. И мы жили все в этих палатках. Нас набралось полторы тысячи. И, да, полторы тысячи нас набралось. И вот мы там учились, 6-месячные курсы. И после этих курсов вот нас отправляли по фронтам. А мужчин на передовую. А нас на их место. Я 6 месяцев там проучилась. Я попала под Ленинград. Направили на Ленинград. Пока туда приехали, нас там осталось было 17 человек. Осталось 6 человек. Мы разбомбили дорогу, их бомбили. Не было. Через Волхов ехали и ехали. Ну, и все. Вот так вот. Все. А первые дни, которые на фронте были, вам страшно вообще было? Ну, как-то не очень было страшно. Не очень было страшно. Мы были вот под Москвой. 6 месяцев уже привыкли к бомбежкам. И стреляли. И все. Немцы вообще наглели. Во всю. Как-то молодые были еще. Ну, что, 18 лет-то. Ну, да. А вот самое Ваше такое яркое воспоминание о войне, это какое? Вот что вам больше всего помнится? Помнится день Победы. День Победы, когда был, мы как раз были на острове Езени. И вот ночью открыли такую стрельбу. Там стреляли все, кому не лень. Все. Небо было все усеяно этими пулями. Ну, так чего, больше ничего. А было обычное все. Однодневное. Ну, работали, работали. Сидели там и не считали, сколько, чего. Связь держали. С армией держали мы. У нас три армии было. 23-я, 17-я, еще какая-то армия. С ними держали связь. Мы им передавали, они нам передавали. Дальше передавали. И так вот все. Ну, хватило горя, конечно. Хорошего было мало. Бомбили. Нас бомбили день и ночь эти немцы. День и ночь бомбили. Наши как-то не так слабо были. Ну, и вот нас, девчат, значит, всех, когда расписали по фронтам, кого на какой фронт. И, ну, да, по фронтам расписали, кто на какой фронт попал. Мы больше не встречались ни с кем из них. Ну, когда нас брали туда, то проверяли гинеколог, чтобы были все девушки. Женщин нам туда не посылали. Ну, то есть тогда такое прям серьезное было отношение очень, да? Вот. И в этих палатках мы жили шесть месяцев. Как раз была ранняя весна. Жили шесть месяцев в этих палатках. Когда было очень холодно, у нас стояла корыто посреди палатки большое. Стояли там кровати двухэтажные, железные. И спали на этих кроватях. Поскольку, на самом деле, 30 человек. 30 или 40 было в этой палатке. У всех. Там кто какой специальности. И все кончали. А потом, значит, у нас экзамены были. Экзамены кончились через шесть месяцев. Пять месяцев нам. Положено шесть, а нас через пять месяцев отправляли. Сделали нам экзамены. И отправили кого куда. В Акипрант. И вот я попала, наверное, на Ленинград. А так шесть месяцев мы в Москве толкались. Никуда нас не пускали. Строим за этим. Есть. Туда, сюда. И завтрак, и обед. Ходили мы, наверное, до полкилометра. Штаб флота был. Штаб флота был. И туда ходили мы, туда есть. Идем. Нас сопровождал капитан. Старый, старый, старый капитан. Он раненый был. И вот идет, рядом идет. Забивай. Молчи. Забивай. Молчи. Вослух. Воздух падает. Падаешь. Грязь и куда ли падаешь. А потом почиться нечем. Почиститься нечем. Вот так вот мы шли. Даже нет воздуха, все. Запивай. Кокос запивай. Во-первых, есть хочется запивать. А потом все это противно такое. Все эти. И сил нету. И сил нету. Ну зато давали кусок там этого хлеба, давали и поесть давали побольше там. Какой-нибудь баланда нальют. Голод был страшен никому. Не так страшна война, как страшный голод был. Столько людей погибло просто в УРС-1. Даже страшно было на улицу выйти. Потому что прямо и собак ловили, и валили, и все, что хочешь. А вот еще у нас такой вопрос. Расскажите, пожалуйста, какой у вас самый любимый фильм о войне и книга? Вот что вы посоветуете почитать молодежи, детям? Дедочка, да я уже забыла. Сейчас я даже не знаю, что. О войне. Забыла все. У меня в памяти плохая. Я очень много читала. А потом мне приходилось работать в библиотеке, за библиотекой. Это уже здесь, в Тамбове, я работала за библиотекой. Вот, много читала, очень много читала. Ну и о войне. О войне все эти книги, какие были военные. Забыла, не помню. Ну ладно, в принципе, ничего страшного, такой вопрос. Хорошего мало. Не советую я никому идти на фронт, где мы были, никому. Не дай Господь никому. Чтоб никто ничего, ни голод, ничего не спасал. А мы в Ленинград привыкли, приехали. Это приехали. Нас привезли. На грузовой поезд был через Волхов. Все было. Не проедешь нигде ничего. Все было. В немцах кругом. Вот. И когда привезли нас в Ленинград, мы приехали туда и пошли строим. Кто остался, кто отрыв, остался ребята, девчата. У нас нам, когда Сталин приказал, выдали нам форму морскую. У нас была такая, как моряки ходят, только у нас не было брюк, была юбка. И вместо этого самого, как он называется, забыла. Смешка. Нет. Бескозырка. Бескозырка. У нас был берет, черный берет. Привезли. Мертвых еще не убрали. Страшно было смотреть на Ленинград. Страшно. Вот, вы знаете, идет и держит бутылку воды. Поллитра воды. Сил не было. Шел, воду нес. Так прислонит, мужик какой-нибудь, идет, ходил за водой на Неву. Не было воды, ничего не было. Вот еле-еле шагает. Мертвые еще лежали, еще и убирали их. Не успели убрать. Смертвых столько было. От голода погибали все. Квартиры были все пустые. Пожалуйста, заходи и живи. Страшно вспоминать. Так вот в глазах стоит все это дело. Не дай Господь. Не девушкам никому не советую. Никому. Не дай Господь. Будем надеяться, что больше не будет. Ну, видите, какое правительство. То Россия, все, советская власть все, черт знает, дело утворила. А теперь, сейчас не поймешь, что делает. Слово. Ну, и все. Ну, что я могла вам рассказать. Я забыла половину. Ну, не, самое главное, это мы услышали то, что хотели. Это Сталин приказал, потому что ребят было очень мало. А чего ж, девчат ходят, надо их. Он приказал, значит, собрать группу. Ну, вот нас группу собрали. Полторы тысячи у нас было. Шифровальщики там были. Все много было очень у нас. Полторы тысячи было вот девчат. И всех потом расписали, кого куда. И мы больше ни с кем не встретились. Бомбили очень сильно. Вот на Ленинград когда мы шли, бомбили очень сильно. Ну, и что, нас раскидали. 17 человек сразу убили. Ну, чего же делать. После войны хорошего мало я видала. Не поймешь, чего. Вот. То, вот, мужа убили. Утонул он. Вытащили его оттуда. Чего, ну, мертвый. У меня уже сын был. Маленький. Два года ему было. Старший. И умер 42 года. Работал вот недавно. Никак недавно. Пять лет уже. Работал. Ну, под этим. Сначала они в Москве работали. Потом их перевели в Ленинград. Работал в Ленинград. Строили какую-то дорогу. И что ж вы думаете. На работе стояли. Мужики стояли. И он с ними стоял. Много их стояло там. Рабочие. И вот они какую-то поднимали трубу. Два мужика. А он подошел к ним. Говорит. Ну, пусть эти. Я сам подуму. Один подуму. Поднял и тут же упал. И побелел. И сразу все. И привезли мне его в гробу. Хороший был. Такой прям ужас один. Жалко. Не знам, а как. Плакала, 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 плакала. Вот я и осталась без ног. Ноги перестали ходить. Ревела. А внуки у вас праздники есть? Внук у меня один есть. И внучка есть. Такая, как Наташа. Вот она кончает пятый курс или четвертый. Пятый курс кончает немецкий, английский. Вот. Учится на одне пятерки кругом. И вот сейчас кто учится, кто хорошо учится, их оставляет дома работать. Работать и дома учиться. А кто похуже, то туда. И в институт эти, а? Она не ходит в институт. У нас не пятерки. Хорошо учится. Алена. Тоже в этом. Как я уже забыла. В Державинском. Ну, здесь в Державинском. В институте она учится. Четыре года вот кончила на одне пятерки. И сейчас вот еще сидит пятый год кончает. Говорит, что поеду в Германию, наверное. У нас соседка была, внизу жила. Она кончает десять, эти самые, этот институт кончает, только немецкий один. И ей предложили не домоработницы, а как называется еще? Туда, в Ленинград. В Ленинград. Да. Туда, в этот самый, в Берлин. И она туда поехала, в Германию. И она поехала туда. И вот она там ухаживала за кем-то, за кем-то ребенком, что и ухаживала. Жила там. А потом замуж вышла. У них там рядом сосед жил, молодой, хороший парень, красивый такой, немец. Вот. И она вышла за него замуж. И приехала с ним сюда, привезли его сюда. И по-русски он тоже хорошо говорил. И вот сейчас в ней родился сын. А вторая девочка, тоже с Аленой учится. Она кончила. Вот сейчас пять классов. Пять этих, кончила. Она пять. Алена четыре только, а она пять. 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 Субтитры создавал DimaTorzok